В преддверии Международного дня инвалидов в Чуваксарском центре занятости прошла специализированная ярмарка вакансий. Занятость без границ. Для тех, кто имеет ограничения по здоровью. Елена Андреева раньше работала бухгалтером, но уже два месяца ищет новую работу. Услышала про ярмарку вакансий и решила прийти. Здесь как бы работодатели есть, начальники отделов кадров, они нагляднее видят, какие у тебя ограничения по здоровью, чем по резюме. Потому что если по резюме пишут, они как бы думают, что какое-то тяжелое заболевание. Курганоз разной вакансии оставил свои данные. МФЦ Чувашкабель, Чебоксарский хлебозавод номер один. Десять предприятий предложило 71 вакансию для инвалидов. Пока шли собеседования с работодателями, специалисты центра консультировали по курсам повышения квалификации и переобучения. Граждане с ограниченной возможностью очень сложно курировать по городу, искать то или иное предприятие, которое порой находится на другом конце города. Поэтому здесь мы собираемся. И здесь все представители отдела кадров, все доступно для людей. С начала года в центр занятости обратились 455 инвалидов. 76% из них нашли работу. На ярмарке вакансий приглашение на собеседование получили еще 38 человек. А для тех, кому еще рано искать работу, провели экскурсию на одном из чебоксарских предприятий. На хлебозаводе номер два эти ребята впервые. Из чего делают хлеб, сколько нужно месить тесто, при какой температуре выпекают батон. Школьники все увидели наглядно. Знания ребята закрепили на практике. Попробовали свежеиспеченные ватрушки и рогалики. Мне очень понравилось на этом заводе. Я узнал очень много нового. Примерно то, что здесь все делают не в ручном труде, а выполняют машины. Все ведет к контролюшению. Очень жесткие контроль качества. Обязательно хотел бы сюда устроиться, либо выпечку, допустим. Мы прекрасно понимаем, что профориентация наших детишек – это будущее нашей экономики. Особенно детей, которые с ограниченными возможностями. Мы даем им заранее импульс, где они могут свою жизнь дальше строить. И я должен поблагодарить и Центр занятости, и Министерство труда, и социальной политики. Такие экскурсии проводят и на других предприятиях республики.